СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами. СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами. Полночь 30. РИА Новости. Евгений Бетов. Генеральный директор НК Фонд развития моногородов Ирина Макиева. Архивное фото. РИА Новости. Евгений Бетов. Генеральный директор НК Фонд развития моногородов Ирина Макиева. Архивное фото. Москва. 30 июля. РИА Новости. Зарплата генерального директора НКА Фонд развития моногородов в миллион рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году, говорится в материалах проверки счетной палаты по реализации программы «Комплексное развитие моногородов». В отчете уточняется, что в четырех моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей. Данные о зарплате руководителей фонда приведены из приказа организации от 31 августа 2018 года. В настоящее время гендиректором фонда является Ирина Макиева, которая также занимает пост заместителя председателя ВЭБа. Должность руководителя фонда она заняла в конце июля 2018 года, сменив прежнего главу Илью Кривогова. Председателем наблюдательного совета фонда является министр экономического развития Максим Орешкин. В 2015-2018 годах административно-хозяйственные расходы фонда составили 857 миллионов рублей. Наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников 81,9% и не зависела от результатов деятельности фонда, была сопоставима с бюджетом целого моногорода, указывает счетная палата. Затраты фонда на выплаты персоналу за 2018 год в сумме 258,5 миллиона рублей, сопоставимы с исполнением доходной части бюджета города Пикалева Ленинградской области за 2018 год 192 миллиона рублей. 27 июня, полночь 35. Счетная палата задалась вопросом, зачем таможни штатные художники? В целом расходы фонда на выполнение функций проектного офиса и административно-хозяйственные расходы за 2015-2018 годы составили 1,51 миллиарда рублей. Аудиторы счетной палаты напоминают, что сроки реализации программы развития моногородов были определены как ноябрь-2016-декабрь 2025 года. В 2017-2020 годах финансирование программы предусматривалось на уровне 25 миллиардов рублей. Палата в 2018 году высказывала сомнения по поводу действенности программы, так как, несмотря на господдержку, не было найдено эффективных способов решения проблем. На заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам было принято решение о досрочном завершении программы с 1 января 2019 года. Макева в июле текущего года сообщила журналистам, что осенью планируется принять новую программу развития моногородов, финансирование которой планируется с 1 января 2020 года. Она будет рассчитана на срок до 2024 года, а ежегодное финансирование планируется на уровне 10-11 миллиардов рублей. 20 мая, полночь 30-счетная палата выявила медленное освоение бюджетных средств на нацпроекты.